Привет, я доктор Берг. Сегодня поговорим о детокс-эффекте крестоцветных. Посмотрите-ка, видите вот эту книгу? Она называется «Токсикология». Что такое токсикология? Наука о ядах. Смотрите-ка, какая она толстая. Я кое-что вам покажу. Она называется «Основные знания о ядах». Здесь описаны все возможные химикаты, действию которых подвергается человек. Пестициды, гербициды. Тут показано, как они влияют на организм, какие болезни вызывают, где они накапливаются — в почках, в печени или в дыхательных путях, или в коже. Это интересно. Тут сказано, что большинство веществ, вызывающих системную интоксикацию, не приводят к одинаковой интоксикации в разных органах. Наоборот, они проявляют наибольшую токсичность лишь в одном-двух органах. Поражаемый орган зачастую не является местом, наибольшей концентрации химиката. Например, свинец концентрируется в костях, ДДТ концентрируется в жировой ткани. Любопытно. А теперь смотрите. Биотрансформация ксенобиотиков. Что это значит? Этот мудрёный термин означает выведение химикатов из организма. Ваш организм способен при помощи печени и её ферментов избавляться от ядов. Уникальный момент, который вам надо знать, в том, что эти яды — жирорастворимые, а не водорастворимые. Они оседают в жировой ткани, и это мешает избавляться от них. Потому что липофильные, то есть связывающиеся с жирами и избегающие воды, липофильные вещества могут быть без труда реабсорбированы. Следовательно, для удаления ксенобиотиков, то есть химикатов, часто необходимо их преобразование в водорастворимые химикаты в ходе процесса, известного как биотрансформация. То есть у нас в организме есть ферменты для превращения жирорастворимых химикатов в водорастворимые. Это происходит в печени. Слушайте дальше. У нас есть печень, она с правой стороны. Печень способна уничтожать химикаты. А мы каждый день подвержены действию пестицидов, гербицидов, химикатов, ГМО-продуктов. Даже не вздумайте спорить. А ферменты в печени, по сути, проходят от первой фазы ко второй. Они совместно воздействуют на эти крайне опасные яды и превращают их в безвредные водорастворимые частицы. Вот что делает печень. Проблема в том, что хроническое действие этих химикатов приводит к форсированию первой фазы. Если эти фазы не сбалансировать и переборщить с первой фазой, вторая фаза не выдерживает нагрузки, и токсины расходятся по всему организму. И вы больше не можете их вывести. И заболеваете. И эти токсины могут попасть в щитовидку, в матку, в молочные железы и вызвать рак. Если бы эти фазы работали вместе, вы бы могли избавиться от действия многих ядов. А что же крестоцветные овощи? Они усиливают этот процесс. Они действуют путём сдерживания первой фазы. Они сдерживают вышедшую из-под контроля первую фазу и ускоряют вторую фазу, чтобы процесс не подавлялся, а наоборот, ускорялось выведение этих химикатов. Как я уже говорил, многие из этих химикатов, действующих на людей, имеют отложенное действие на 20, 30, 40 лет. То, что попало в вас давно, ещё в детстве, теперь даёт о себе знать. Поэтому и бывает так трудно понять, что чем вызвано. Поэтому так важно употреблять кейл, руколу, пакчой, брюссельскую, качанную, цветную и листовую капусту и редис на регулярной основе. Я советую вам начать это употреблять. Если вам нужен более удобный способ употребления, у меня есть два продукта. Первый — крестоцветный микс. Кто-то из вас уже им пользуется. Это органическая смесь всех крестоцветных. Другой продукт, новый, я назвал его «баланс эстрогена». На месте женщин я бы отдал предпочтение ему, потому что в нём есть дополнительный компонент под названием «Дим». Что такое «Дим»? Что ж, две капсулы «Дим», две этих капсулы равноценны 900 граммам крестоцветных. «Дим» — это высококонцентрированный фитохимикат из крестоцветных, позволяющий ускорить выведение токсинов. Начинайте с употребления одной капсулы в день. Адаптируйтесь, можете перейти к двум. Принимать больше двух не надо. Если у вас что-то... У вас доминирование эстрогена, а все эти химикаты имитируют эстроген в окружающей среде. Так что если у вас, например, обильные менструации, фиброкистозная мастопатия, фиброиды, кистозное акне, болезненные долги менструации, симптомы менопаузы, приливы и ночное потение, эта штука поможет сбалансировать эстроген. Она избавляет вас от плохого эстрогена и усиливает хороший эстроген. Она не выводит эстроген из организма, а просто приводит его в норму, а также помогает процессу детоксикации. В состав этого продукта вошли витамин Е, кейл, капуста, множество крестоцветных, также тут есть дим, куркума и парочка других вещей для помощи надпочечником. Это как... Это улучшенная версия моей формулы для яичников, но со множеством улучшений. Если вам интересно что-то из этого, переходите по ссылке внизу и почитайте подробнее. Хочу поблагодарить вас за просмотр. Надеюсь, вы узнали что-то новое. Увидимся в следующем видео.